Вы смотрите Вечернюю Москву. Я Евгений Шматко. Я Катерина Рукавичникова, и это подкаст «Без штампов». Здесь мужчины и женщины пытаются услышать и понять друг друга. Добро пожаловать в зону, свободную от стереотипов и предубеждений. Настоящее чувство выдержит всё, даже расстояние. Только вот надолго ли? Правда ли, что у дистанционной любви вечный конфетно-букетный период? Или это просто удобно? Одной ногой я в отношениях, а другой свободен. Любовь на расстоянии – вот то, о чём поговорим сегодня. У нас в студии Наталья Толстая, врач-психотерапевт, писатель. Добрый день, Наталья. И клинический психолог, практикующий когнитивно-поведенческий психолог Илья Благов. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Евгений. Ну что, поговорим про любовь на расстоянии. И сразу же, Наталья, к вам вопрос. Как к человеку, который пережил не только любовь на расстоянии, но и, так сказать, дожал. Активно в нём процветает. Рассказывайте. Как это вообще возможно? Однажды ко мне на приём приехал замечательный мужчина, грустный очень, и сказал, что у него двое детей, дочери 14, старший сын есть, и они совершенно не плачут по поводу того, что умерла их мама. Не плачут, потому что боятся его побеспокоить. Он стал тревожным и читал на каждой баночке, какой состав, и боялись заглянуть к нему в комнату, потому что он прожил всю жизнь со своей супругой, и у них всё было хорошо, и у него невризма случайная, не болела, никто не ожидал раз, и не стало человека. И мы работали с трагической потерей довольно долго, больше полугода. Он прилетал ко мне из Ставрополья и возвращался обратно. Его знали все стюардессы, раз в две недели он приезжал на приёмы. Мы закончили, и я ему объявила, Игорь Анатольевич, всё, мы закончили, я отпускаю вас быть счастливым, всего доброго. Это приятный момент в работе психотерапевта. Мы сделали это, вы готовы к построению новых отношений. Всё, это был сентябрь. В Новый год он зашёл в мою квартиру, увидел крючки с набором шляп, он сказал, как интересно, я говорю, у меня есть тоже мечта, я очень хочу научиться танцевать танго. Он сказал, я тоже хочу научиться танцевать танго, я смотрел фильм, и у меня никогда в жизни не было возможности это сделать. И вот мы, получается, ворковали, приходя на занятия по танцам. Здесь или там? В Москве он прилетал, учиться танцевать, да. То есть у нас вот так медленно-медленно всё это развивалось, но мы больше руки не бросили. А вы к нему? Смотря на полторы тысячи километров. Он, понятно, прилетал в Москву, а вы к нему туда? Я впервые поехала, и для меня это был, конечно, очень большой шок. В Ставрополье нет заборов между родственниками. То есть вот одни родственники, потом вторые, потом третьи, естественно, дистанции огромные. И когда наступает вечер, скрывается стол, и изо всех кустов из темноты начинают ползти люди на застолье. Один с уткой, один с рыбой, один с солёной капустой. У кого что есть, это всё вот так моментально накрывается. И когда я поняла, что у него 22 человека, родственников, близких, а у меня только мама и дочь, и больше никого, папа умер, брат умер, ну как-то вот всё, вот настроили, всё. И у меня был это такой шок. А когда пришли казаки петь с баяном, у меня сердце развернулось, свернулось, я думала, как я впишусь, а я вот просто как матрица. И у меня не было даже проблем с адаптацией. И приняли моментально всё. Моментально. И приняли то, что вы живёте, получается, не вместе, вы живёте на два города вот так вот. Поначалу его мама говорила, как вы будете жить на раскорячку, как это вообще возможно. А потом получилось, что я первый раз приехала, и вдруг поняла, что частный дом, мы можем сажать розы, а я из Ростова-на-Дону родом, и тоже казачка, и все эти вот, и баян, и эти застолья мне очень близки. И я понимаю, что мой человек, вот он, у него медицинское образование, он просто стоматологом раньше работал, и службу служил врачом, а потом как-то оставил профессию, потому что вот так понесли его паруса. Ну, книжки одинаковые читали. Илья сейчас так кивает, просто, мне кажется, уже готово заключение какое-то у него эксперт. Вам эта ситуация, Илья, как вы оцените? А я действительно сижу и думаю, и думал, либо вопрос задать, либо раз уж дали заключение, не заключение. Мне хочется отметить, что, конечно, не у всех так получится. У вас потрясающий пример, когда вы два состоявшихся уже человека, со своей деятельностью, уверенные в себе, знаете, что хотите от жизни, от отношений, знаете, что вам нужно в партнере, и, соответственно, да, вот вы тоже подводите, что и я такая, и вот, и он такой, вот мы как-то раз, и нашли друг друга, и встретили, и идем теперь дальше по жизни. Но не у всех так получится. И, наверное, вот в этом... У вас еще какой опыт же есть прошлых отношений, и у него есть... И опыт прошлых отношений, и, естественно, зрелости, проработанности. Вы уже тоже реализовались как мать, а он как отец, и это все накладывает особенность на то, что эти отношения, они от вас требуют, и вы друг от друга в этих отношениях требуете не так много, как, например, люди, которые только-только начинают строить отношения, и они еще и на дистанции, и не сближаются долгое время. А он, посмотрите, какой молодец, написал, инициативу проявил, прилетел. Какой настоящий мужчина. Как будто фантастическая история, да? То есть он прям брал в свои руки ситуацию и участвовал, активно участвовал, и в итоге дистанция – это был лишь момент общения. Но все-таки все сводилось к тому, что вы вживую встречались, и все-таки отношения тоже строились вживую, наверное, да? Вы себе не представляете, как я его трамбовала. Я когда поняла, когда я поняла, что мужчиночка-то прям вот гожий, а первое, что у нас у психологов, у психотерапевтов нужен презентационный фильм. Ты кто, да? Рассказать, что да, я живу в столице, да, у меня там своя программа, да, у меня 15 книг, да, у меня взрослая дочка, умница, красавица, прекрасно, да, весело в доме, да, хватает денег. Это все можно, но это немножечко не то. И я начала посылать ему каждый день по музычке, по своей музычке, которая вот все потрошки достает, понимаешь? Ой, это здорово. Ключи, чтобы все современные молодежи, которые ознакомятся треками в социальных сетях. Реально, это очень ознакомит. Это очень крутая штука, когда он говорит, я спускался, у меня такого в жизни не было, я спускался в гараж, ставил нам большой звук, и каждую мурашечку слышал. То есть, получается, я посылаю, а так как пишу я нестандартно, у меня авторский стиль, то, естественно, у меня вот такие простыни, а он там что-то мне наговаривал. И была действительно такая фраза, вы совершенно правы. Мы однажды стали с ним вот спина к спине почему-то у окна. Вот стали вот так, и я ему говорю, я могу без тебя жить. Он говорит, и я могу без тебя жить. И мы вот так повернулись, как в кино, и говорим, а зачем мы живем друг без друга? Вот нет ни одной причины, по которой мы не можем быть вместе. Дети уже взрослые, они все понимают. Они видели отца в трагической ситуации, сейчас рай, да рай, да танцующего танго, прошу прощения. Вот, и мы, когда с вами жили сами, то женские, скажем так, у нас баночки какие-то, скряночки в холодильничке. Свой быт уже такой налажен. Мужчина, да. То есть попугая уже не стало, мы в садик его отдали. Он очень любил сниматься, ему очень сильно кричал. Он заговорил, им пришлось отдать детский сад. И вот, когда перемешались, вот то, чего не хватало ему, дала ему я. То, чего не хватало в нашей семье, нам с Торицей дали тепла, света, добра. Вот отсюда вопрос. А что заставляет людей вот все-таки быть вместе на расстоянии? Потому что наверняка у всех же разная мотивация, да? Вот это тот самый вопрос, да? Они же могут друг без друга, получается, жить. Он где-то там, она где-то там, но все равно они вместе. И все равно им эти отношения зачем-то нужны. Как две избушки, свои погребушки. Давайте отсортируем. Есть люди, которые жили-жили вместе, у них есть детки, и вдруг у него вахта. Или он космонавт, наконец-то. Он мечтал всю жизнь и улетел. Его не отпустить нельзя, это мечта всей жизни. И она там прекрасно понимает, изменить он там не может ни с кем. У них там видеосвязь, у них 24 на 7 психолог и жена. В любую секунду они могут связаться. И хорошо, космос уберем. Режиссер мечтал всю жизнь снять что-то на Северном полюсе. И вот бюджет, вот тебе время. И на 8 месяцев мы командировали. Это была семья классическая, традиционная, стандартная. И вдруг в какой-то момент изменились обстоятельства. И кого-то куда-то... Человек открывается мечта, как можно его не пустить. Вот материализация мечты. Здесь получается, в общем-то, практически всегда нет выбора сохранить или не сохранить брак. То есть люди сохраняют брак, просто принимают новые условия игры. Но это ведь тоже считается отношениями на расстоянии. Безусловно, все меняется. Эпистолярный жанр. Переходит переписка, которой не было раньше. Толетные бумаги купил, еду кошки купил. Все, да? Еду домой. Буду через 15 минут. Вижу Альфа Центавра. Она подмигивает себе, любимая. Вот сейчас все с орбиты приходит. Мур-мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Нанасковая мяу. Оп-нанайна. Если мы дома двое детей не можем, Галышов, ходить, то перед камерой, когда вы общаетесь на расстоянии, целая индустрия. Ну, на МГС, наверное, тоже не всегда. Проблематично. Не проблематично. Ну и в море тоже. Ну, какие, хорошо, есть тогда еще плюсы у отношений на расстояние, раз уж мы пошли вот сюда. Мы не закончили на первый вопрос отвечать. Да, сортируем сейчас. А если люди жили вместе, и есть вот эти сейчас куча сайтов знакомств, когда только-только познакомились, а он итальянец. И он хорошенький, хорошенький, и он прям надо брать. Но каким-то образом мы, конечно, показываем себя. Мы же на цыпочках стоим, у нас в голосах бан, на ногах панты. Мы петюшечки, люлюшечки время есть написали, перевели. Гатарьяночки послали, она запятые правильно поставила. Музычку опять трамбуем. Но когда мы встречаемся, мы вдруг понимаем, ребята, флёр такой. Знаете, как акварельная красочка уходит, а человек-то реальный вообще другой. И хорошо, если вообще итальянец. Да-да. И хорошо, если вообще мужчина. Мужчина, да. И не поменявший пол, и да. Ну, можно нарваться и на такое, да. Встреча с реальностью, очень часто вот эта первая встреча, она прекращает эти отношения на расстоянии. Но если всё заверте, если всё получилось, и подошли ключи к замочку, и ты понимаешь, мы хоть с переводчиком, но разговариваем глаза в глаза, у нас нормальные одинаковые мозги, темперамент одинаковый. Сердце тянет. Ну, хорошенький, не могу. Да, то есть сердечный такой оргазм, когда он говорит, а ты ощущаешь вот волны, энергетический обмен. Ну, и хочучесть в нижний этаж тоже имеет значение. Если вот совпадают все три, надо брать, потом разберёмся. Ну, то есть первый вариант – это когда уже сложившиеся отношения, семья, и вдруг обстоятельство. Второй вариант, когда изначально люди в разных городах. Есть ли ещё какие-то варианты? Ну, то есть здесь больше про виртуальную такую реальность, да. А, наверное, есть ещё третий вариант, когда люди встречались-встречались, но вот разъехались. То есть они изначально общались не посредством мессенджеров, да, интернета, а всё-таки как-то, наверное, жили или были в командировке длительное время в одном городе, а потом разъехались. Это, наверное, какой-то такой промежуточный третий вариант. Хорошо, пусть он будет, всё равно нужен индикационный срок. Коль это будет продолжаться. Вот про какие-то свободные отношения. Сейчас тоже модная тема, когда люди просто не живут вместе, они как бы пара, у них всё хорошо, у него своя квартира, у неё своя, и вот у них такие отношения. Встретились раз в неделю, а всё остальное время мы как бы переписываемся, фоточки друг к другу шлют. Это не относится, да, вот судя по вашему взгляду, это всё-таки не к отношениям на расстоянии, да? Я бы вообще, наверное, сказал, что есть континуум. То есть в одной точке континуума люди, которые постоянно живут вместе, в другой точке континуума люди, которые вообще не встречались даже. И вот мы все где-то, то есть мы примерно можем разделить, что вот есть такой вариант, есть такой вариант, есть третий и так далее. И мне кажется, что стоит говорить о том, что отношения, они просто могут быть абсолютно разные. Абсолютно разные. И потребности, которые люди удовлетворяют в этих отношениях, тоже могут быть абсолютно разными. И отношения могут меняться, если человеку предлагают полететь в космос, и он полетел. И вот тут как эти отношения поменяются? С одной стороны, как не отпустить, а с другой стороны, вот а как же, да, а мы как же, а дети как же. Сфинический центр денежек даст, детям он с космоса, детей можно говорить, я поставлю на ноги. Если он не пьяный, не падает, с космосом можно поднять. Ну ладно, космос, ну это один из, не знаю, миллионов, у нас в основном вахты работают. Там немножечко другая история. Точно так же, вечером в одно и то же время назначили время, и уроки можно делать дистанционно. Сейчас, слава богу, Wi-Fi работает хорошо в стране. Да, но не случается ли такого, что люди как раз начинают заниматься своими делами и выстраивать свою другую личную жизнь там? Он там на стороне на вахте как-то налаживает свой быт и удовлетворяет какие-то свои потребности, а она здесь, понимая, что не хватает мужчин это под боком. А вот он был и было хорошо, и спать тепло, а теперь как-то спать холодно, знаете, для одной кровати. А теперь по-другому. Теперь по-другому. Смогут люди адаптироваться к этому или нет? Как они адаптируются? Это зависит от многих разных параметров. И опять же, от того, какие у них привычки, ценности и нормы вообще культуры поведения. От того, чего они хотят или ждут, ожидают от партнера, от чего не хотят и не ожидают. Есть такое устойчивое убеждение в обществе, что нормальные отношения, нормальная семья, возможно, только если люди все-таки живут на одной территории. А если люди живут, уже даже находясь в браке, в разных квартирах, в разных городах, то значит, это не любовь. Вот с точки зрения профессиональных психотерапевтов, прокомментируйте, пожалуйста, именно этот стереотип. А почему мы считаем, что норма – это только совместное проживание? Потому что хочется раздеться и обняться тем, кто любит друг друга. Вот в бане мы все рядовые. И, конечно, летишь даже через тысячи километров, вроде тысячи поцелуев. А когда при полном благополучии есть любовь, и вы разъезжаетесь, и не хочется с Аладдиями приехать в 7 утра в воскресенье к нему, если не хочется, вот он простудился, а ты летишь с банками, с клянками, с посудой с этой накормить, напоить, я не знаю, пот с олба стереть. Или когда он, можно я сегодня приеду, когда визу просят. Это уже пахнет каким-то консенсусом, переговорами, чем угодно. Если мы говорим о любви, то хочется обняться. На ручки хочется и мужчине, и женщине. И без предупреждения приехать. Ой, да вообще хорошо. Про любовь и влюбленность я бы, наверное, даже еще отложил. А сейчас хотел бы вот про что сказать. Если мы вообще берем самую базовую теорию, которая объясняет то, как люди строят отношения, теорию привязанности Джона Болуби, то он, например, вообще свои исследования начал с того, что изучал детей и обнаружил, что некоторые дети могут буквально погибать от отсутствия прикосновений. То есть дети так устроены. И вообще феномен привязанности – это система безопасности, так называемая, которая реагирует и побуждает ребенка вызывать о помощи криком, движениями и так далее, чем угодно. Для того, чтобы его успокоили. И прежде всего, чтобы его взяли на руки и утешили. И вот это, конечно, лежит в основе того, что вот этих рекомендаций, например, что каждый день нужно обниматься. И, кстати, обниматься нужно не просто раз и пошли дальше. А обнялись и 30 секунд. И там столько окситоцина. Я вот прям как с женой, прям сознательно это прям попробовал, вот уже с мыслями вот об этом. Я прям чувствую внутри, как водопад. Подождите, подождите, коллега. Я научу вас обниматься правильно, потому что у нас есть правая и левая рука. И если мы попробуем ноги положить по-разному, положим, руки положить по-разному, положим, поэтому обнимашки должны быть тройными всегда. С разными людьми одна попадет. Сначала одна рука сверху, одна снизу. Вдохнули, выдохнули, постояли. Зачем мы обнимаемся? Поймали, понимали вот это состояние. В другую сторону. Та же самая. Вдохнули, выдохнули и должны почувствовать. И в конце женщина кладет мужчине на шею, а он кладет ей на талию. Вот такая обнимуха, вот такая. И та же самая. Вдохнули, выдохнули. Вы все равно попадете под вот эти проводящие пути энергетические. Какая-то да подойдет. И есть мужское обнимание, есть женское обнимание. Есть нейтральное, к сожалению, есть оно, да. И мужчина, и женщина. Бывает, что женщина, полумужик, полубаба. Бывает, мужчиночка, полумужиночка, полуженщина. И еще анима, анимус, да. То есть, как вот у меня, допустим, во мне живет Наташенька и Коля, друг моего мужа. Мужу в моем живет Игорек и моя подружка Люсенька. И всем хорошо. Хорошо. Так, вот, значит, тактильный контакт нужен нам. Когда мы на расстоянии, его хочется, но его нет. Мы его лишены. И поэтому что? И поэтому мы его ищем в перебеске. Стоп, 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 стоп. Подождите. У всего есть свои законы, и у этого тоже. Алгоритм прям есть. Потому что мы не можем прикоснуться через экран. Но мы же можем это дать с собой, послать по почте, послать с курьером. Мы можем заказать виду, заказать со своими. Субнимировать обнимашки, как было что-то другое. Платок Десдемона надушенный. Все было. Все было веками. Все с собой. Бельишко какое-то ношеное. Платочек со своими духами. Письмецо. Раз в пятилетку. В конверте. Еще почтовый ящик. Тема такая. Тема. Мур-мур-мур. Он его тысячу раз перечитает. То есть мы должны создавать эффект присутствия своего. Другие сигнальные системы. У нас есть не только осиздание. У нас есть зрение. То есть раз сфотографировала грудь голую, отправила ему. А он на совещании. Хорошо. Вот. Опять аудио послала. Эмоции. Он такой. Хорошо. Педикюр сделала. Раз мизинец. Улетел. Это хорошо, когда вай-фай работает. А вот у нас есть места не везде. Скажу я вам. Есть у нас Якутия отдаленные регионы какие-то. Это там все очень сложно. Но они там по струке с оленями передают. И вот не сработает ли здесь такая история, когда с глаз долой и сердце вон. Вот он выпал. А куда они с Якутии поразъехались? Они же в одной ерунге там. Хорошо. Он поехал. Назову потом конкретную вам точку возле моря Лаптева, где очень ловит интернет. Да, проверено. Да. Проверено. Так вот. С глаз долой и сердце вон. Вот эту фразу хочется понять. Не сработает ли такая история, что вот он уехал на вахту. Вот он там. Связи нет. Почта пойдет. Но пока дойдет. Сколько там она будет идти, наша почта? Полгода, да? А он может уже закончить эту вахту. Сейчас очень быстро. Зря ты так. Ну, тоже спорный вопрос. Ну, да ладно. Бог с ним. И вот нет у них этого коннекта. Нет переписки. Нет фотографий. Нет почты и т.д. Это страшная история. Вот сейчас утрирую. Да. Но все-таки сработает ли эта штука, что им не захочется быть вместе. И как-то вот они пойдут искать на сторону. Ну, это подождер погаснет. Подождите. Опять вы задаете очень легкий вопрос, на который точно есть ответ. Когда ты любишь, к тебе никто другой не может прикоснуться пальцем. Понимаешь? Пока у тебя есть любовь. Если ее никак не раздувать, не работать над отношениями, она умрет, как младенец. Ну, то есть расстояние к глубоким отношениям не помеха? Или все-таки помеха? Не помеха, если есть коммуникации. Я же не договорила. У нас осязание есть, зрение, слух. У нас есть обоняние. У нас есть куча всего такого, чем мы можем заменить вот эту вот обнимушку по ночам. Плюс ко всему, если мы говорим о том, что нет ни переписки, ни звонка. Ты забудешь, как выглядит человек. Если ты, конечно, портрет его не вышьешь, и он не будет у тебя вот так вот перед лицом в еранге висеть. Ты забудешь. Мы забываем, как выглядели наши родственники, которые ушли на небо. Мы забываем боя супругов. Иногда думаешь, господи, дочь, покажи, как он там выглядит сейчас. Ну, то есть нам нужно вспомнить. Вот так вот он перед мордой лица все время не маячит. Мы вымещаем. У нас так много, как у Шерлока Холмса была функция, когда он просто выбрасывал все ненужное. Она автоматически выбросится, потому что в голове тоже должно быть какое-то место. И если это место занято любимым человеком, ты все поверяешь им. Может, ты быстрее работаешь. Ты бежишь и думаешь, понравится, не понравится. Ты бежишь и думаешь, что я ему приготовлю, что я увидела. Посмотри обязательно этот фильм, посмотри. Я с тобой с удовольствием его пересмотрю потом еще раз. Или там я ходила на выставку, мы обязательно непременно на нее пойдем. Сроки. Когда уехал, вот он жил, и он уехал. Ты зачем поехал? Что мы с этого будем иметь? Ты квартиру зарабатываешь, ты репутацию зарабатываешь. Ты объясни, то есть понятно, желание. И дальше что? То есть мы будем страдать. То есть если ты поехал зарабатывать денежки, то, пожалуйста, пришлите их заранее, а не потом, когда ты приедешь. Если ты нас любишь, пожалуйста, напиши нам без смс. Ты что, там все пальцы переломал? Почему нет никаких смс? Это если есть срок. А если ситуация, как у вас, когда люди просто живут на расстоянии и понимают, что свою жизнь в этом городе не готовы бросать, и вообще всю себя не готовы бросать на алтарь, значит, любви к партнеру. Но любовь есть. То есть сложная ситуация... Давайте сделаем поправку, да, все-таки, что это не ваша ситуация, когда вот такие горящие глаза, такая любовь, как будто бы первая влюбленность. А когда люди довольно долго вдруг вместе, да, и вот что-то поменялось действительно, Илья, как вам кажется? Я вот хочу как раз внести здесь ясность. Мне кажется, оно нам поможет очень в обсуждении этого момента. Все-таки, если мы говорим про влюбленность, например, то это химическая история, которая длится, ну, до года примерно, ну, там, до двух лет, самый максимум, но обычно, вот там, полгода-год. Если люди вместе и рядом, они быстро друг в друге разочаровываются, и слава богу, потому что влюбленность — это очарование, они не строят отношения с настоящим человеком, все. Они друг друга узнали, дальше строят отношения и учатся любить друг друга. Вот, то есть любовь и влюбленность тоже развели, и в отношениях могут присутствовать и влюбленность, и любовь. И если любовь присутствует в виде как раз-таки навыка позаботиться о другом, то есть, как вот Эрих Фром писал, искусство любить, этому нужно научиться, и более того, научиться не просто любить, а любить конкретного человека. И любить конкретного человека можно по-разному. А любить, это, ну, если очень коротко, то заботиться об этом человеке. Ведь забота может быть разной. Вот Наталье нужна одна забота, ее нужно одним образом любить. Евгению нужна другая забота, и вот по-другому нужно любить, мне по-другому. И, соответственно, вот здесь, если люди сошлись в том, что и дистанция им не помеха, или, наоборот, они вместе живут, и им как раз так хочется, и только так, то здесь вопрос как раз того, что друг друга устроит, как они захотят от друг друга заботиться, и принимать какую заботу они захотят. Нужна инструкция по применению друг друга, для этого нужен опросник. То есть, что ты любишь, красная или синяя, сладкая или соленая, восток или запад, что читал, что любишь, те же самые фильмы, да, и опять... Нужно узнать. Многие говорят, не умеешь, не берись. Не брать. Надо брать. Научись, научись, и с таким и с таким можно прекрасно жить. Люди, которые находятся в отношениях на расстоянии, если это, правда, глубокие отношения, но, допустим, у пары еще нет детей, и вот эти отношения на расстоянии создают огромный дискомфорт. То есть, нужно ездить постоянно друг к другу, да, это билеты, это вокзалы или аэропорты. Не было дискомфорта, вот так руки тряслись, понимаешь, у меня билет на руках последний. Но у вас уже взрослые дети, у вас уже взрослые дети. Надо сказать, что у вас еще такой вот, вы такая эмоциональная сама по себе, люди же разные, не у всех вот такой горящий глаз и прочее. То есть, кто-то вот в любви такие довольно скупые на эмоции, вполне себе. Ну и все. Просто тяжело, допустим, принять, что либо это постоянный дискомфорт в бытовом плане и в таком логистическом плане, да, когда вы на расстоянии, либо эти отношения должны закончиться, либо все-таки кто-то кому-то должен переехать. Вот здесь получается, что третьего как будто бы не дано. Да вот они, мы туда-сюда катаемся на раскорячку. Я бросаю Москву, отснялась, у меня сезонами все снимается, отдала книжку в издательство, отпринимала, слава богу, сейчас дистанционки полно. То есть все, мы сели на полтора месяца, на два, на три я в Ставрополье сажаю цветы, трусы, панамка. Опять мы вместе сели, приехали, шляпы, скачки, балы, мероприятия. Я опять вот сажу в телевизоре, через некоторое время мы вместе сядем и поедем. Он может уехать, я скучаю, я пишу. Или наоборот, я просто могу уехать, и он также точно скучает. Я правильно понимаю, что здесь нужно сесть, обговорить сразу, дорогой, я не готова переезжать к тебе. Он говорит, дорогая, я тоже не готов переезжать к тебе, ненавижу твою Москву, но мы друг друга любим, и вот дальше какой-то диалог должен быть продолжен. Нам хватает той заботы, которую мы даем друг другу, встречаясь периодически. То есть такой опыт, я думаю, подойдет не каждому. Мы с вами понимаем, что не каждому человеку это подойдет. Но кому-то это подойдет, и тогда мы пляшем от этого. А вот то, что в отношениях на расстоянии практически исключен совместный быт, это скорее плюс или минус? То есть да, быт и есть, но он совместный, когда люди вместе, да, соответственно. Вместе они не все время. Слушайте, я видел, наверное, кто-то даже вот посмотрит и скажет, ой, я знаю этого человека, женщину, девушку. Она снимает какие-то свои короткие ролики, но я видел буквально одно, где она говорила, что да, мы с мужем, ну, женат, у нас брак, да, законы, вот, свидетельства. Но мы живем в разных квартирах, и нас это устраивает. Ну, то есть, и даже такое бывает. И люди, ну, по крайней мере, наверное, искренне говорят, что их это устраивает. Их это устраивает, да. А если они попадут в одно пространство на довольно долгое время? А вот, во-первых, вопрос, хотят ли они туда попадать в одно пространство? Второй вопрос, там, про детей и так далее. Так удобно. Очень удобно. Просто у нас в одном доме две квартиры, в одной живет дочь, и я снимаюсь и работаю, а в другой живет мой супруг сейчас. Там звучит РБК, он шаркает тапками, делает свою ушу, он вызгает свои орхидеи в 6 утра. Мне так хорошо, когда я живу в своем рейтме. Это зависит от вашего типа привязанности? Или не зависит от такой выбор проживания? Ничего не зависит, все зависит от женщины, честно скажу. И если мы говорим о дверь, вот, то... Не забудьте мыслили, я сам. А я сейчас объясню. Женщина строит отношения, мужчина строит мир. У вас вообще по-другому строен мир. Ой, это плохая какая-то новость, я не согласна. Я с вами, я с вами, ребят. Ты не из Клодовской кюридии. Очень много великих изобретений сделали в любом случае мужчины. Они думают глобально, мы думаем точечно. У нас верное мышление, зубы ребенку, карточка туда-то записан тогда-то, туда-то нету в голове, в гугл-календаре, все равно таблетку выпей, сделай, это забота. Но вот в моем понимании, что такое любовь, я пришел в твою жизнь, чтобы ты стал больше. Чем тебя порадовать? Это не забота. Что тебя тревожит? Хочешь учиться? Учись. Хочешь уйти? Иди. Хочешь уйти? Уйди. Хочешь забыть, забыть. Совершенно верно. Свобода. Это так круто. И радость от реализации по своему партнеру. Ты понимаешь, что я знаю, что он делает, я приблизительно знаю, где он сидит. У нас есть общий чат, счастливая семья, мы там, он идет, снимает, внимание, Блак-ТВ, я снимаю там, я в храме Христа Спасителя смотрю картины, я там-там-то, я там-там-то. Дети, то же самое, вот там-вот там. Мы практически ориентируемся, где кто. И мы понимаем, что все участвуют в этом чате, и все хотят, чтобы там было весело. Пошутилка. Что тебя развеселило, поделись. Это только интересно. И у тебя есть время, ты зайдешь. А вот когда на расстоянии женщина нервничает, вот ты говоришь, нервотрепка, да, и она начинает звонить беспрестанно, вешаться, выпрашивать. Мужчина говорит, ты звонишь мне вот прям как в висок, знаешь, стреляешь. У меня совещание, раз, два, три, пять, умиляет, потом нет. Давай в пять часов вечера, в семь часов вечера, в одно и то же время. Давай гугл-календарь, я вижу, где ты, я где, да, мы разным цветом покрасили, и все. То есть давай как-то приспособимся, чтобы не мешать друг другу дышать. И тогда хочется бежать навстречу друг другу, потому что ты хочешь бежишь, не хочешь не бежишь. И когда он бежит, ну скорее, 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 потому что я не выпросила, я не вытребовала, я не выплакала. Понимаешь, он хотел и приехал. Но у вас, как получается, хорошо, у вас контакт постоянно есть, общение, и тот контакт, который, опять же, вас устраивает, вам достаточно этого. Он должен сделать любой правильный. Да, да, да. А ведь еще другая ситуация может быть, опять же, что если он там где-то на вахте, у него нет времени, да, а ей хочется, и ей не хватает этого внимания, она говорит, а почему ты мне не пишешь, а почему ты мне не звонишь? И вот на этой почве могут же быть конфликты, опять-таки. А он говорит, я, знаешь, тут вот пасу оленей, черт возьми, в полях, и нету у меня тут вышки, и не могу я взять телефон. Но вот здесь, мне кажется, дело даже не в вахте. Есть женщины, которые умудряются просто своего возлюбленного доставать, даже если он не где-то сидит, олени пасет, а если он просто сидит на совещании. Да в армию он ушел, то же самое. Он говорит, я служу, я не могу сейчас тебе отвечать. Кукуруку, ты приедь, посмотри, как мы живем. Один раз пойми, что у меня нет вышки, да, хочешь, приедь и увидеть своими глазочками. Я тебе сниму прямой репортаж. Вот эту вот историю дисконнекта такого, на почве которого как раз-таки могут возникать конфликты. Так и понять, потребности друг друга, они не совсем понимают, не совсем понимают, как друг о друге позаботиться так, чтобы обоим было комфортно. И, конечно, когда мы говорим про дистанцию, этот контакт обедненный. Ну, все-таки он обедненный. Мы не чувствуем запах, мы не можем прикоснуться. Мы не ведем, опять же, совместный быт в этот момент. И для кого-то это плюс, для кого-то минус. Кому-то, наоборот, хочется с близко, а кому-то нет. Текст тоже мы читаем со своей интонацией. Да. Который вот он просто написал. Интонация нет. Просто я занят, перезвоню позже. Можно же прочитать как. Я занят, перезвоню позже. Или я занят, перезвоню позже. Ну, то есть абсолютно по-разному можешь прочитать. Интонации нет. Хорошо сейчас есть аудиокружочки там и так далее. Записывать можно много. Но, тем не менее, обедненный контакт не чувствуем, не слышим запахи друг друга. Интонацию не всегда слышим. Видим мы даже не всегда, ну, как бы правильно их слово провидим. Некоторые ведь могут общаться, особенно в начале отношений, какими-то фотографиями очень красивыми. А потом, да, потом видишь вживую. А можно вот то, что там на фотографии? Верните, пожалуйста. Да, вот где это. И в итоге, как бы, очень обедненный контакт. И в этом контакте, обедненном, сложнее удовлетворить разные потребности. Вот. А тут уже кто как спляшет. Вот Наталья потрясающая. Вот какой выход, да, нашли. Просто чат. И мы там постоянно. Захотелось поделиться. Раз, поделились. Обедненный контакт. Он ведь не ведет ли к тому, что люди живут разными все-таки жизнями? Есть же какой-то контекст, в котором все равно существуем мы, да? И вот пара, она живет в одном контексте. У них одинаковые мысли, одни заботы какие-то и так далее. У нас есть каждый раз новая история. Мы от нее танцуем. У нас, может быть, не существует. А может быть, они счастливо живут. Давайте в обратную сторону посмотрим. Ну вот опять, парень ушел в армию. Он служит. А девушка говорит, я его не дождусь. Мне не хватает. Я звоню, он не берет трубку. Да, вот в эту секунду с ней просто один, два, три часа нормального разговора. И ты понимаешь, убери свое ее, убери эгоизм. Чуть ласковее, чуть внимательнее. Я тобой горжусь. Я тебя жду. Это совершенно разные вещи. Подача материала, вторая сторона, тоже самое дает тепла. И начинает разворачивать этот торсионка в плюс, а не в минус. А возьмет он трубку и расскажет ей про комбат. А она ему про подругу свою. И ему неинтересно, и ей неинтересно. А вот как раз проблема, как же так? Почему вам неинтересно, как живет ваш любимый партнер? И все-таки, опять же... Потому что у него там своя занятость, своя загруженность какая-то, уже своя жизнь. У нее тут своя жизнь. И вот это как будто бы два разных круга. И общего-то получается нет. Но и без расстояния это возможно. У людей разные профессии. Можно жить на одной квартире и чувствовать обстоятельство. Это другая тема. У нас тема программы все-таки про расстояние. Но расстояние усугубляет этот, так сказать, разрыв. Да, действительно усугубляет. Что здесь делать надо? Я хотел бы еще прокомментировать нюансы. Евгений спросил, сказал про жизнь в разных мирах. Про вот... Ну и по сути ничего не объединяет, по большому счету. Правильно я понимаю? Да, вот нужно искать, что объединяет. Хоть вы рядом, хоть вы на расстоянии. Все-таки мы вот здесь вот в отношениях. Вот Наталья здорово очень рассказала, что вот даже если нет общения, прям вот даже дистанционного, здесь письмо, здесь розочки стоят, здесь еще что-то. То есть мы все-таки вот здесь вот в отношениях находимся. Вот я сейчас сижу здесь, а я все равно про жену упомянул. Я не готовился к этому. Но я упомянул. Более того, она не готова была, что ее упомянуть. Она уже привыкла, она уже привыкла. Маша, люблю тебя. Вот, туда ли я сказал. Она услышит, что равно. То есть все-таки в отношениях мы вот здесь находимся. И если мы вот здесь вот искренне заинтересованы жизнью партнера, это так увеличивает ваш шанс на близость. И вот здесь как раз таки... Надо найти что-то. Нет объединяющего. Найдите, затейте ремонт. Вы будете... На расстоянии. Идет ремонт. Он что ли делает? Она что ли делает? Делают бригада. У них всегда есть о чем поговорить. Родите детей. Всегда есть о чем поговорить. Вот про детей сейчас. Дети на расстоянии. Как это вообще? Дети на расстоянии. Дети на расстоянии. Это горячая тема. Любовь и отношения на расстоянии влияют на детей. В вашей ситуации сейчас не берем, что у вас как бы уже самостоятельные люди. Какого возраста дети? А вот давайте разбираться. Видимо, а если ребенок только-только появился, то, наверное, отношения на расстоянии заканчиваются. Все-таки, наверное, люди в этот момент съезжаются. А если ты представляешь, ребенок появился, а он уехал? А наоборот. За хлебом вышел, как шутят. Да-да-да. Или да. Ну, то есть, вот маленький ребенок. Дано. Маленький ребенок и отношения на расстоянии. Как здесь вообще? Как он получился? Как-то. Ну, как встретились, как вам рассказать? Иногда как-то люди же встут. Все продумывается опять, ребят. У всего есть алгоритм. За час. А как? Кто будет девушке помогать? Какие будут финансы? Какого числа? Сколько будет приходить? Будет ли приезжать его мама? Ее мама? Кто будет помогать ей после кесарева его таскать первые четыре дня? Да, коляска. Где что будет стоять? Где она будет жить? Кто будет это оплачивать? Все обсуждает. Да, все можно обсудить. Но вот рядом не будет мужа. И мы это поняли и приняли как данность. Да, мы с мужем на расстоянии. Ребенок со мной, мамы там, слава богу. Вот. Что произойдет с браком? Ну, давайте... Ничего с ним ужасного не произойдет. Все что угодно. Да. Что угодно. Абсолютно по-разному может быть. Мне нравится высказывание о том, что семья – это союз не людей, двух людей, а прежде всего союз планов, капиталов и сил, вложенных в эти отношения. Соответственно, даже если мы на расстоянии, ну, физически мы в разных точках, ну, нужно как-то спланировать. Абсолютно верно. Деньги, планы по жизни и так далее. То есть, конечно, в идеале. Конечно, но вот давайте реальную ситуацию, условно говоря, мы берем. Женщина остается один на один с ребенком, мужчина где-то там, и она что в первую очередь думает? Мы тебе не нужны, ты ребенку время не уделяешь, ты мне время не уделяешь. Если папа 15-го числа прислал нормальную внушаемую сумму денег, нанял няньку и воркует с ней, говорит, любимая, жди, скоро будет квартира, все будет хорошо, покажи попочку, покажи пяточку, все, спасибо. Я из казачьей семьи, у нас в 7 лет только ребенка подводят к папе, а до этого выносят на поцелуи в кружевах, и все. И только когда первую пуговицу пришивают, берут его отцы на круг и вообще с ним как-то общаются. Ребенок прекрасно может выживать без отца, если папа помогает и любит маму. И где там что-то в космосе он выживает. А вот жить и быть счастливым и долюбленным, здесь, наверное, проблема. Что делать, вы спрашиваете, я вам отвечаю. Что делать? Я бы, наверное, сказал так, что важно быть щедрым на деньги. Это важно, со стороны мужчины важно. Да и со стороны женщины, наверное, сейчас смотрю, кто смотрит, да, какое поколение. Но важно быть щедрым и эмоционально. Вот быть эмоционально щедрым очень важно. И прежде всего вот о том, что я брошен, подумает скорее ребенок. Но опять же, многое будет зависеть от того, как мама расскажет эту историю ребенку. Если мама чувствует себя брошенной, она то же самое передаст сыну. Мама не может не чувствовать себя брошенной. Мужчина-то рядом. Нет, сколько бы он денег не платил, нянь не нанимал там и так далее. Слушай, берешь ребенка под мышку и летишь туда, где он есть. В тундру, блин, в ерангу. Вот если так сильно надо, и сварим у супа, он придет и встал. И сразу жена декабриста. Жена декабриста, весь свой мир бросаешь, этого ребенка уберешь. Ты хочешь, чтобы он бросит? Брось сама. Сделай в обратную сторону. У нас тут россыпь вариантов. Абсолютно россыпь. Абсолютно. Но худший, это в том, что отношения закончатся. Он там где-то там, а она. А может быть, это не худший вариант. Как раз я и хотела спросить. Так может быть, все эти мучения, логистические, финансовые, эмоциональные, может быть, они не стоят того, чтобы продолжать такие отношения? То есть, может быть, нужно заканчивать такие отношения, раз они доставляют столько неудобств? Ведь такое маниакальное цепляние за одного партнера, наверное, нехорошо. Вы обобщаете, мы два психотерапевта. Конкретные люди конкретно решаем. Не надо, это невозможно. Брось, вот сопливый совет бабки на лавке. Брось его. Ничего. Они вот пришли на форум, сидят там, разговаривают. И все, он изменил, все, бросай его. Все, она бросила, дверь закрыла. А завтра ее нету на этом сайте. У кого ты спросила? Кто тебе посоветовал? Я конкретно все-таки задаю ситуацию, когда обоих участников отношений выматывает эмоционально, материально. Выматывать заканчивать надо, не минуты. Значит, мы заканчиваем. То есть, если эти отношения на расстоянии дают скорее негатив, чем позитив, то их все-таки нужно закончить. Или вот у нас же все в стране мы любим делать ради любви. А уж тем более, если у вас штамп в паспорте, то очень многие не решаются именно на развод, потому что мы же раз и на всю жизнь. Значит, мы будем претерпевать вот эти все неудобства. Вопрос какой? Смотрите, отношения на расстоянии. У нас брак, отношения на расстоянии. Мы друг друга как бы любим, но минусов больше. Что такое как бы любим? Очень понятно. Ну, смотрите, я сейчас попробую сказать, если что, уточните. Если мы все делаем ради любви, и пусть в класс ради любви, то если каждый человек позаботится о себе наилучшим образом, с наибольшей любовью, то мы получим мир к себе. Потому что кто ближе всего к нам и с кем мы проживем всю нашу жизнь? Только мы вот к зеркалу встали, вот только мы у себя есть. Если каждый встанет в зеркало и позаботится о том человеке, который он видит в зеркале, то мы получим мир наиболее долюбленных людей. То есть наилучшим образом. И здесь, конечно, сложно сказать, что обязательно бросай, если вам чего-то не хватает. Ну, как так скажешь? Действительно, потом какие последствия будут? Только этому человеку жить с этими последствиями. И только ему, и только он изнутри сможет наилучшим образом ответить себе на вопрос, что ему делать с этими отношениями. Именно поэтому, когда люди идут к семейному терапевту, он им не говорит, расходитесь, хорошие. Прямо сейчас, расходитесь, прям сейчас. К сожалению, к сравнению, некоторые действительно находят таких терапевтов, которые им такое говорят. Терапевт, главное, грамотно семейный, он задает вопросы. И на эти вопросы люди сами находят ответы, а потом принимают решения. И сначала терапия, потом хирургия. Мы сначала попробуем слепить, и только потом... А что слепить? Отношения. Отношения. То есть я буду... Услышать друг друга. Не уходи, скажет специалист, а скажет, а что мы можем еще сделать? А где ты ответственность на себе не взяла? А почему ты сейчас капризничаешь и детское поведение у тебя? А почему я, 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 я? А он не человек? Он пришел с работы, ты вешаешь на него этого ребенка, да? Он что, штакетник для держания? Он падает, ему надо 15 минут в тишине побыть, да? То есть пришли ли они в одну квартиру, или съехали сегодня? Она говорит, все, я два месяца была без тебя, на тебе этого ребенка, я пойду хотя бы в ванной полежу. И он, и она, если любят друг друга, они его будут перебрасывать из рук на руки. Бабушки пришли друг к дружке, они будут думать об этом. Если они не думают и как бы любят друг друга, то это, ребята, розовый фасад. Красиво снаружи, труха внутри. Это как бы не считается. Ты или любишь, или не любишь. И ты знаешь это сто процентов. Вот буквально маленькая добавка к тому, что значит по-настоящему любят друг друга. Любить – это глагол. Вот если мы рассматриваем любовь как глагол, то любить по-настоящему – это не вот здесь любить и что-то там фантазировать, это совершать действия. Если люди совершают действия в сторону друг друга на создание отношений, они неизбежно придут к каким-то отношениям, которые, скорее всего, будут... Заказала пиццу по интернету, ему дели дверь, твоя любимая. Он ей раз цветочков через расстояние. Он вспомнил обо мне, какая прелесть. Села, полетела, утром прилетела, вечером вернулась назад. В шубе и без белья. Вот так, ах! Чтобы вспоминала потом. Дай бог всем такие зарплатные. Вот такой план. Ну, просто хотелось бы зарплат побольше, чтобы мы так вот все... Если совсем нет зарплат, и вы на расстоянии, хорошенечко подумайте, прежде чем вообще эти отношения начинать. Потому что если денежек нет, ребята, то будет прямо труба. Возможностей гораздо меньше. Намного. И в том числе поддерживать отношения. А давайте теперь подумаем, а сколько у нас денежек-то у людей? Подожди, общего быта нет. Как так? Если ты с женщиной в отношениях... Если вы любите друг друга, муж, жена, парень и девушка, ждете великого будущего, когда поженитесь. Ей 15-го числа надо денежек присылать. Все, она позовет мужа на час, будет прибита полка. Она ему пришлет отчет. Все, это так естественно, если думать о любимой женщине. А если нет, то она... Вася, дай мне портплату. Вот так только начинается вот это все. Вот тут начало, а конца. Вот тут, да. То есть женщина априори содержанка в этой конструкции? Нет, дело не в том, что женщина-содержанка. Дело в том, что, как я правильно, возможно, услышала, что нужно с обеих сторон максимально создавать эффект присутствия друг друга. Вовлеченности. Вовлеченности, да. Не обязательно же денежками опять. Десять. А как ты будешь без денежек? Как? Вот мне интересно. У нас полстраны без денег сидит. Я заняла на перелет два, я заняла на перелет три. Это же надо будет отдавать. Вот я приехала, получила удовольствие. Все, а дальше что я должна делать? Без денег можно так. Я придумала только что. Человек на вахте, но он знает, что пятнадцатого нужно платить за квартиру. Он берет и переводит супруге деньги. Говорит, вот, или говорит, я сам заплатил за квартиру. Нет, если он на вахте, он так и так ей часть зарплаты своей, видимо, отдает. То есть, смотри, понимаешь, какие-то вещи, которые обычно совместно решаются, ну, когда люди не на расстоянии живут, вот эти вот все бытовые. Их можно решать совместно точно так же, но находясь на расстоянии. Заплати сам за квартиру, будучи на расстоянии. Ну, наверное, же у них поделены должны быть как-то, да, обязанности? Наверняка. Вряд ли он приехал на вахту и такой, ну что, дорогая, весь быт теперь на тебе, и я там, короче, как-то вот. Она скажет, хорошо, денежки давай. Ну, это же тоже не семья, это же тоже ненормально, наверное. Наверное, в нормальной семье все-таки есть разделение обязанностей какое-то. Кто там как зарабатывает, куда эти деньги тратятся, есть какое-то понимание. А мы как будто бы сейчас говорим, что на расстоянии этого ничего нет. На расстоянии мужик, значит, впахивает, денежки давай. А у женщины там своя, значит, свадьба. Она там, я хочу туда-сюда, значит, делать туда-сюда. Вот ситуации тогда конкретной. Почему я спросила про развод и расхождение, да, расставание? Потому что очень часто обычно женщины испытывают достаточно большое давление, когда находятся в отношениях на расстоянии, потому что либо женщины говорят так уже, давай все бросай ему, если у вас все серьезно, давай уже переезжай к нему. Не хочешь переезжать, значит, расходитесь. То есть обычно вот наши все там тетушки, бабушки, подружечки, психологи говорят, да. Сколько уже на расстоянии? Ну когда уже? Что? И получается, что вроде бы человек готов к этим трудностям, которые могут вызвать отношения на расстоянии, но из-за давления такой находится в этой ситуации, когда ему нужно сделать какой-то кардинальный выбор. Вот я не призываю вас сейчас давать нашим зрителям какие-то советы, но все. Но дайте. Да, но дайте. Мы поняли, что отношение на расстояние – это реально. Это возможно. Но сложный. Индикационный срок, я не закончила, полтора года на все. Через три года это все закончится. Как бы вы не выпрыгивали из трусов, как бы вы друг к другу не ездили, если вам нечего ждать, когда это закончится, сколько ждать? Это первый женский вопрос. Это очень важно. Да, и плюс ко всему вот это вот колечко существует, если вы не пара, первое кольцо, которое ты самое лучшее на свете, будет со мной. Примечательное называется. Подарил и поехал. Ты невеста, все, ты полтора года можешь ходить к невестам. Абсолютно не обязательно съезжаться, совокупляться и завтра жениться. И только потом вторым колечком, да, вот когда батюшка уже дает, или там в ЗАГСе, мы надеваем и понимаем, я замужем. То есть раньше дедушки, бабушкам дарили платочки, но мы в 21 веке, девочки, на платочки не согласны. Колечко подари, наобещай, скажи, когда это кончится, скажи, ради чего мы все это терпим. Я сделаю все, чтобы сохранить наши отношения. Но если я буду думать, моей любви хватит на двоих, да, а ты сейчас, ну, как бы меня отставил немножечко, и по приоритетам у тебя что-то великое, ну, если ты совсем не вспоминаешь, совсем не хочешь... Ну, полтора года вот прошло... Если я чувствую, что меня не любят, ни ты, ни я, девочки, по крайней мере, они ни одной минуты не будут жить нелюбимыми. Полтора года прошло, первое колечко было вот все это время, второе не появляется. Ну, вы можете и просто задавайте вопросы. Да, и не появляется, и что тогда? Колечко не появляется, оставляется. Вот так у Мурлен-Монро было восемь таких шкатулочек, и делали предложение, и не женились. Не отдается. Золото у них все набирают только... Нет, дело не в том, отношения-то продолжаются через полтора года, или все, или это конечная история? Если, опять, в каждой сборке свои погремушки, есть индикационный срок. Полтора года надо что-то решать, Вася. Понимаешь, у меня есть вопросы, ответь на них конкретно. Не Юли, не, не, знаешь, козельку достал, в потолок бросил, и он опять размышляет, подожди, что жду конкретно, сколько ждать? Женщина должна открыть ручку, получить ответы на своем. Женскую точку вы поняли, Илья, мужскую точку, пожалуйста, нам озвучите. Вот полтора года справедливый срок. Я надеюсь, сейчас закроется этот момент. Полтора года справедливый срок. В семье в отношениях нормально то, о чем договорились оба. И что обоих устраивает. Обоих очень важно. Они одного устраивают, а второй такой, ну ладно, ладно. Если обоих действительно это устраивает, хоть полтора, хоть два, живите. У людей очень много своих психологических особенностей. Затронули мы сегодня, привязаны, затронули мы еще что-то. Будет, наверное, очень негуманно и даже глупо всем говорить, если у вас не такие отношения, идите к психологу, лечитесь. Ну то есть, нет. Люди проживут каждой свою какую-то жизнь. Наступят на свои грабли, на свои лопаты, на все, что угодно наступят. Сделают выводы, не сделают. Построят другие отношения, не построят. Каждый проживет какую-то свою жизнь. И единственный человек, который даст ответ на вопрос, что ему делать после полтора года или после колечка, после полутора лет, это вот этот вот человек в зеркале. Но вот этот человек в зеркале иногда не знает нужные вопросы, которые себе нужно задать. И он не всегда может на них сразу ответить. Именно поэтому люди, например, ходят к психологам, чтобы они задавали им вопросы, те отвечали. И в какой-то момент, о, так, а зачем я жду? Вот как я думаю, да. Да, так вот как я хочу. И к слову, действительно, иногда люди соглашаются на отношения на расстоянии, а потом думают, господи, на что я согласился или согласилась? Потому что мы далеко не всегда понимаем то, на что мы соглашаемся. Поэтому это нормально сначала сказать, окей, меня устраивает. А потом сказать, слушай, а меня все-таки не устраивает. Не получилось. И передоговориться, да. Соглашения пишут всегда. То есть жить на автомате, вот в этом смысле. Ну, мы там что-то договорились, ну, живем. Ну, неприятно, ну, больно. Ну, вроде там сказали полтора года, ну, подожду. Так нет, нужно себя спрашивать, а не кого-то там. Если тебя не устраивает, и ты уже еще полгода живешь в том, что тебя не устраивает, ну, либо поговори, либо заменяет. Не в рост. Полепим, попробуйте. Разговор должен строиться, прям поддержу, подхвачу. Прям ронда у нас. Интересно работает. Когда ты рассказываешь, меня это не устраивает? Только со своей точки зрения, только я с сообщениями. Мне некомфортно, мне больно, я устала ждать. Не ты такой раз такой. Ты не пишешь, ты не даешь, ты не оправдал. Мне плохо. Сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь, чтобы вместе были. Понимаешь, о чем говорю? Если вторая половина не подхватывает, уже делаешь вывод. Но есть же, подождите, в любви на расстоянии есть куча плюсов. И тоже очень легко понять, будет ли этот человек тебя ждать или нет. Если вот познакомились, а она вот прям липнет, она тактильная, она прям мур-мур-мур, она 500 раз в день позвонила, 500 написала. Она на ручки хочет, она прям скулит, я без тебя сдохну. Все, это не будет очень долго ждать, будет хреново. Найдет другого, да? Или другого, или отвлечется, или кто-то возьмет на ручки, там куча вариантов. А вот та, которая умеет, самодостаточная, умеет развлекаться, тишине рада, это мое свободное время, а не одиночество. Это так важно. Когда и он умеет, вот так расписан день у него и у меня. Мы что, вот времени нет у тех, кто ничего не делает. Если у тебя есть план, ты там найдешь, где созвониться, где полюбиться, где искупать в своих восторгах человека и рассказать ему, нет, на планете больше такого человека. Обожаю тебя, живи, дыши, люблю тебя, все, помогу, все решу, развлеку, танец огня, станцую, на люстре раскачаюсь, со шторы прыгну. И он понимает, и я для тебя все сделаю, курочка моя. Спасибо. И я тоже еще подхвачу. Все-таки отношения мы строим. Даже вот если мы прям вот упремся в какую-то, даже может быть, около философию, мы строим отношения не с конкретным вот объектом, а вот с тем человеком, которого мы представляем. И мы хотим отношений с человеком, с которым мы себя определенным образом чувствуем. Хоть мы на расстоянии, хоть мы физически рядом, если человек дает это ощущение любимости, вовлеченности, ощущение смысла наших отношений, вот он все это дает, то на расстоянии он сейчас или нет, он чувствует себя любимым. Ну, а мы чувствуем себя нужными и полезными, потому что для этого приглашаем наших замечательных экспертов в студию, чтобы вопросы можно было задавать как бы негласно, чтобы зрители адресовали вам свои вопросы, не адресовывая, а получали сразу ответы как бы авансом. Спасибо вам за это большое. Здесь тот редкий случай, когда я абсолютно согласна с Евгением и благодарю вас еще раз за то, что мы не давали готовых решений, но при этом обсудили ситуацию и глубоко, и широко. Это большая редкость, огромное вам спасибо. Ну, а вам, уважаемые зрители, я хочу сказать, что иногда жизнь оказывается сложнее и одновременно интереснее, чем наши о ней представления. Самое главное, никогда не бояться и помнить, что расстояние не помеха настоящей любви. Оставайтесь вместе с подкастом Без Штампов. У нас для вас всегда много интересного. И не забывайте присылать темы, которые вам было бы интересно услышать из уст наших экспертов.